про матрицы вот пожалуйста вот эта матрица угадай откуда это матрица из sony ой нет это матрица обе матрицы sony это матрица из gopro hero 3 black edition плюс там разве стоит sony 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 матрица всегда просто они хорошие матрицы делается согласен вот чего чего не отнять но смотри значит вот это из плюса у него это обычная чип до багажный он напаян на платку или обычная платка раньше у старого блэка который без плюса у него тут был такой алюминиевый радиатор и еще была термопаста через которую контакт со стенкой корпуса потому что пластик он не теплопроводит понятно ну хоть что-нибудь понимаешь вот это вот вариант а и здесь тоже багажный sony вский чип правда более новый чем глупо он тоже на платке в оплатке выфрезерована окошечко туда кладется термопаста и что угодно и соответственно соединяется тут значит руминт соединяется с вот этим вот радиатором бочина которого находится вот как раз видны дырочки на торце да специально чтобы туда еще доступ кислорода был если мы снимаем без бокса если руку поднести к ней чувствуется тепло в общем чувствуется тепло то есть получается гоупро как бы вроде греется меньше внутри то есть сильнее а здесь она просто излучает то есть на самом деле вот при при ярком свете гоупро а и в четкости не уступит но сейчас по факту уступает вот чисто из-за того что уже шумодав шумодав вышел на сцену и дает о себе знать ну точнее у гоупро он уже вышел а здесь еще курит понятно мы делали тест блэка на вот виде в р-форме сравнивали с разными с регистраторами и сони сравнивали у гоупро очень слабо работает при низкой освещенности то есть когда нет цвет вообще охлаждение надо надо было охлаждение ставить на сенсор как-то меняет охлаждение чувствительность влияет что есть понятие теплового шума то есть видео сенсор он как бы он видео сенсор конечно кроме видео он еще прекрасно тепло чувствует понятно сигнал шум меняется отношение чем он теплее тем больше там шумов понятно и с ними надо что-то делать понятно то есть соответственно там отношение сигнал шум можно поднять там взяв сенсор более низкого разрешения например но в том числе . в которыйメентаботка и получается чтоát чувствительность как как-буду уменьшается да нет 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 чувствительность не уменьшается но имею ввиду за счет то contracts не уменьшается четко стеряется потому что если шумодав отсюда убрать здесь будет песок причем цветной понятно то есть за счет за счет того что шумодав количество деталей в тенях да и в тенях и в светах потому что падает отношение сигнал шума вообще то есть там чтобы там тени получить хорошие там ну я не знаю в камерах там фантоме там вообще принудительное охлаждение это уже камера извините другого порядка да это даже не 35 миллиметров а 70 широкоформатное широкоформатное кино да ну аймакс аймакс расскажешь что-нибудь про и интересного ну что про него интересно сказать я вот поставил вот этот стенд собрал специально для того чтобы как бы рассказывать наши камеры самые лучшие камеры самые лучшие камеры по характеристикам там что фишка в том что характеристики вот по крайней мере те что производители сейчас пишут в инструкциях каких-то да они объективно нам не дают ничего это понятно понимаешь понятно то есть везде full hd но где-то оно в full hd где-то оно лучше где-то хуже кто-то там уже супер hd пытается как-то вводить нет а смысл нет можно сделать понимаешь я могу тебе 8к видеофайл записывать могу апскейл сделать понятно понимаешь и все вот поэтому собственно вот в этой камере в 70 да в ней нет 4к нет 2к нет нет протюна и нет прочей маркетинговой фигни она просто пишет в full hd у нее нет возможности там переключения сцен она просто их определяет сама включает тот или иной профиль и профили у нас видишь вкусные и там разные профили для воды ну вода тоже разное конечно то есть короче не поленились то сделали хорошо не поленились а 70 это основная модель да да какие-то еще я знаю какие-то еще модели есть другой смотри пятидесятая была 51 но это уже это не конкурент блэку это конкурент сильвер он подешевле но опять же понимаешь вот тут еще как бы обсуждаются всякие маркетинговые вопросы потому что вот эта политика а е да когда в коробке лежит уже все что надо то есть она продается вместе с экранчиком вместе с боксом нормально вот и тут возникает такая ситуация что когда разница в цене например пятьдесят первой и семидесятой я не помню розничную цену ну там буквально в несколько тысяч раз и там опять тут a7 и конечно человек покупает 70 понятно по картинке какая-то принципиальная разница есть ну нет уже лучше разница между ними как между блэком и сильвером понятно то есть 50 это silver 70 это блэк только лучше кстати интересно попробовать видеорегистратор почему потому что здесь для него есть необходимый функционал есть таймлапс циклическая запись значит картинки переворачивается авто включением можно впечатывать значит да авто включение при подаче питания пока нет ну можно скорее всего сделаем просто есть некоторые тонности еще вопрос как его устанавливать на стекло ну если штатный без рейси есть замечательная присоска причем реальная замечательная я имею ввиду такая быстрая установка возможно вот как раз присоска и возможность поставил снял убрал понятно